Налетай! Доропись! Покупай! Животись! Приветствую зрителей и подписчиков моего канала. По мотивам недавнего видео о рыбалке в Анталии, рокфишинге в Анталии, предлагаю вашему вниманию интересный тревел-комплект, комплект для путешествий, комплект для компактного сложения, комплект для скрытого ношения. Состоит из пятичастного удилища Косодака Брейв. Длина каждого колена, как можете видеть, 43 сантиметра. То есть очень компактный спиннинг. В сложенном виде, то есть в собранном виде будет длина 1,96 метра, а тест будет до 8 грамм. Использовался он мною в качестве микроджигового рокфишингового удилища. Ловил на 3-4 грамма. 3 грамма стучат в руку. Соответственно, 4 грамма просто по условиям местной ловли были. Так, дальше. Ловить можно практически на весь ассортимент ультралайтовых приманок в пределах теста. Вклейка, которая спиннингом используется, довольно жесткая. Вплоть до твичинга можно вполне ловить. Покрашена в данный момент просто маркером водостойким. Если кому это не надо, можно просто стереть ваткой со спиртом, никаких проблем не будет. Дальше там ничего крашеного нет. То есть ничего не сотрете. Чтобы увеличить возможности спиннинга в качестве твичингового удилища, либо для ловли, да другие какие-то рывковые мощные приманки, сделана вот такая дополнительная вершинка, короткая и, соответственно, жесткая. Вполне подходит на место штатный. Спиннинг, естественно, становится короче, но и более жестким. Позволяет проводить рывковые приманки, не опасаясь обломить вершинку. И достаточно резко, что, возможно, вот такая вершинка не каждого удовлетворит в качестве именно твичинговой, потому что она как бы универсальная, но и для джига предназначенная. Очень удобная рукоятка. Я ловлю передним хватом, просто замечательно. Все продумано. Рука ложится, как влитая. Никаких проблем с соединениями не замечено вовсе. То есть они достаточно плотно встают на свои места. И на забросе не только там не ослабляется, но и вообще даже следов каких-то и возможностей не видно. То есть хорошо продуманная конструкция и отлично работающая. По сравнению с другими тревелами довольно крупные кольца и очень компактное сложение. Поставляется он, соответственно, в своем чехле красном таком. На стол пока не выкладывал. Так, в комплекте к нему предлагается катушка от фирмы Stinger. Катушка новая. Модель называется Caster XP-2010. Что свидетельствует о том, что шпуля металлическая основная. Неглубокая, мелкая. То есть предназначена для намотки тонкого шнура. Толстая душка с плавным переходом в ролик лескоукладывателя. Довольно мощная рукоятка с удобным хватом. Передаточное число у него получается 5,4, наверное, или 5,2. 5,2 к одному. Подшипники на месте. Ход легкий. Механизм срабатывает без всяких проблем, соответственно. Ну, катушка новая и достаточно хорошо сделана. Так как комплект предназначен для поездок. Вторая, пусть и пластиковая, но она графитовая. Не пластиковая, не совсем пластиковая. Графитовые шпули двухтысячного размера. Вполне рабочий вариант под обычную монолеску. Мне другая катушка с двумя шпулями и монолеской на второй. Пригодилась той же Турции. Я ловил на обычной реке на вертушке. Этим комплектом. Этим спиннингом. То есть вполне хорошо отработала. Если монолеска это не ваша и вертушки вам не нужны. Никто не мешает вам намотать сюда второй шнур. Потому что, все-таки говорю, это не дешевый пластик. Это нормальный карбон. В качестве материала для шпуля. То есть ничего с ней не будет. Как и любую другую, конечно, ронять вместе с катушкой на камне не рекомендуется. Так, весь комплект предлагается за 4500 рублей. Если вы мой подписчик, то, как обычно, минус 500 рублей. То есть получится вам всего 4000 рублей. Поэтому посмотрите, подумайте. На мой взгляд, один из лучших вариантов для поездок. Многие используют такие спиннинги в качестве основных. Или в качестве городского. Перед работой, после работы. В транспорте, на велосипеде. Очень компактно. И вполне работоспособно. В отличие от большинства тревелов, которые все-таки очень сильно компромиссные вещи. Здесь таких проблем нет. На мой взгляд, при определенных условиях и при некоторых оговорках вполне может использоваться даже в качестве основного. Но тут зависит уже от ваших условий. Нужен ли он такой компактный. Чтобы занимал мало места на задней полке автомобиля, в бардачке, в багажнике, где угодно. Везде доедет, везде рыбу достанет. Ну и универсальный тест ультравайтовый. До 8 это предел, наверное. Я бы не стал 8 граммов кидать с такой вершинкой. Но чуть поменьше, пожалуйста. Те же 7 вполне хватит мощности и возможностей. Так что подумайте. Я думаю, как минимум, стоит рассмотреть как вариант к приобретению. Я готов ответить на любые ваши вопросы. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и кому захочется никаких проблем с отправкой, покупкой и так далее. Все. Всем пока.